Облигации кажутся абсолютно беспонтовым инструментом. Они, в общем-то, и не покрывают инфляцию и, казалось бы, что их брать, потому что неинтересно абсолютно. У них ставка такая же фактически, как в банке на депозите, ну, у надежных облигаций у ФЗ. Но это абсолютно не так и облигации могут дать очень даже хорошую доходность. Сейчас я покажу почему. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Смотрите, облигации, естественно, мы сравниваем с доходностью по депозитам, по средней ставке на депозитах. И средняя ставка по депозитам, она обычно очень сильно коррелирует со ставкой Центробанка, которая регулярно объявляется заново. И что регулирует ставка Центробанка? Ставка Центробанка регулирует вообще все. И когда инфляция у нас высокая, ну, скажем, там, высокая, то и у Центробанка учетная ставка тоже, соответственно, высокая. Она примерно соответствует инфляции. Там есть какие-то параметры, значит, экономисты спорят, значит, что такое Центробанк должен своей учетной ставкой стимулировать экономику. Ну, потому что если учетная ставка слишком высокая, то кредиты недоступны. Если слишком низкая, то, наоборот, кредиты доступны. Вот, то есть, это очень важный инструмент. И давайте рассмотрим следующее. Вот, например, вы покупаете облигацию, когда ставка ЦБ равна 6%, скажем. Вот, 6%, ну, такое было там года, год назад, два назад. 6% запросто могли быть облигации. Ну, у меня куплена валютная облигация, там, РУС-28, там, у меня, когда я покупал, то ли 4,42% было годовых в долларах, то ли 4,2%, я уже не помню точно, но точно больше четырех. И, смотрите, вы покупаете облигацию, ставка высокая, а потом Центробанк опускает ставку. Облигация от этого не становится менее надежной. И это очень надежный инструмент. И люди, которые хотят вложить деньги в надежный инструмент, что они делают? Они покупают облигацию. Где покупают? На вторичном рынке. И, естественно, они хотят побольше, конечно, доходность. Ну, кто же им даст? Потому что, ну, цены очень сильно коррелируют с доходностью ставки Центробанка. И поэтому доходность по облигациям снижается. За счет чего снижается доходность по облигации? Давайте вспомним, от чего зависит доходность облигации. Это купонная доходность, с одной стороны, но купонная доходность начисляется на номинал, и она строго зафиксирована, она определена. Когда мы покупаем облигацию, то мы точно знаем, что вот мы получим, и в случае, если будем держать ее до погашения, то мы будем получать столько-то процентов годовых. Когда я покупал, ну, скажем, или вы покупали облигацию, скажем, и была ставка ЦБ 6%, то, ну, предположим, что она была, ну, скажем, 100% от номинала. И когда ставка понижается, скажем, 4% годовых стала ставка ЦБ, ну, как сейчас примерно, там, 4,25, по-моему. Вот, а давайте зададимся вопросом, ну, что произойдет с ценой на облигации? Естественно, она вырастет. Естественно. Потому что, потому что ставка снизилась. Ставка снижается, цена облигации увеличивается. Насколько увеличивается цена облигации, я задумался. И я решил решить такую простую математическую задачку. Смотрите, насколько увеличится цена облигации при уменьшении ставки ЦБ на 1%. То есть на каждый процент, насколько увеличится цена. То есть мы облигацию покупаем на вторичном рынке по, значит, есть там цена покупки, цена продажи. И разница между ценой продажи и ценой покупки, она тоже идет в доход, дополнительный доход. Давайте посчитаем вот этот дополнительный доход. То есть, когда я покупал эту облигацию, скажем, или мы с вами покупали облигацию 6%, это купонный доход, он гарантирован, значит, он считается, и ставка ЦБ снизилась. Насколько, ну, цена, естественно, на облигацию вырастет, насколько она вырастет. Я решил посчитать, смотрите, сейчас будет математика очень сложная, но выводы вообще потрясающие, поэтому, значит, ну, вы можете прокрутить, если неинтересно, ей там включить двойную скорость, вот. Но математика вещь великая. Смотрите, сейчас вы видите, вот на бумажке я сфотографировал эти выкладки свои. Пусть N – это номинал облигаций, N – число лет до погашения, лет. P – цена в цифрах к номиналу. Ну, то есть, это, скажем, если мы покупаем за 100% от номинала, то P равно 1. Если мы покупаем 96%, то P равно 0.96. Если мы покупаем за 110% к номиналу, то это будет 1.1. D – это доходность. Ну, та доходность, которая, ну, вот на момент покупки, то есть, она зависит от цены напрямую. И C – это купонная доходность, которая зафиксирована, она к номиналу. Тогда доходность можно посчитать. Да, мы покупаем облигацию вот за P – N. Она принесет нам за год N количество лет. C – купонная доходность. И N – это номинал. Вот. Тогда доходность в годовых можно посчитать следующим образом. D равно, вот, количество купонов, которые она принесет за все годы, я упрощаю, так сказать, ну, N – это количество лет. На самом деле, количество лет там, ну, в днях считается. Ну, можно долей лет, это не проблема. И, значит, N, C, N поделить на P, N и N. N – это номинал, P умножить на номинал – это цена облигации, она определяется там в процентах или вот, ну, я в долях считаю. Вот, смотрите, N и N тут же сокращается количество лет, ну, для того, чтобы привести в проценты годовых, ну, мы делим, просто я упростил, делим на количество лет, не стал капитализацию учитывать. И получается очень простая формула. Доходность равна купонная доходность поделить на цену. Ну, и все. То есть, все предельно просто. Ну, достаточно логично. Здесь есть некоторые упрощения, но, в принципе, ничего. Теперь ставка C, B уменьшилась на 1%. Насколько увеличится цена облигации? Ну, то есть, мы считаем D2 минус D1 равно 0,01. Вот. И, значит, смотрим. D2 равно N, C, N, то же самое, разделить на P2, на цену P2. И D1, то же самое, только поделить на цену P1. Дальше идут математические выкладки. D2 минус D1, C поделить на P2 минус C поделить на P1. Это, ну, в принципе, логично. Приводим к общему знаменателю. Получается вот такая вот формула. P1 минус P2 умножить на C поделить на P1, P2. Что я делаю дальше? Смотрите. Ну, дальше я говорю, что... Мне-то интересно, насколько она изменится. Поэтому я ввожу новый параметр. Это дельта. Дельта – это... Насколько она изменилась, это P2 минус P1. P2 минус P1. Тогда получается, что цена у нас вот P2 минус P1, или там P1 минус P2, это в точности равно дельта. Умножить на C равно 0, 0, 1 умножить. А здесь в скобочках P умножить на P плюс дельта. Правильно? Правильно. Получается уже квадратное уравнение. Смотрите. И получается дельта... Ну, C переносим сюда. Дельта равно 0, 0, 1 поделить на C умножить на P в квадрате плюс 0, 0, 1 поделить на C. P дельта. Я раскрыл скобки. Выношу части с дельтой в одно место. Получается дельта умножить на 1 минус 0, 0, 1 поделить на P равно... Значит... Ну, вот это вот. Теперь дальше. Дельта. Выделяю. Дельта равно... Очень простые вещи, значит, на самом деле. Вот здесь P в квадрате. Делим все это вот на эту штуку. На 0, 0, 1 поделить на C. То есть вот привожу. И получается P поделить на C, деленное на 0, 0, 1 умножить на P и минус 1. Вот оно. Вот это вот формула, которая получилась. Теперь подставляем сюда наши исходные данные. 0, 0, 1 это 1%. P это цена покупки. Первый. C купонная доходность. Минус 1, потому что 100%. P. Значит, все можно считать. Считаем, что мы купили облигацию за 100% от номинала. То есть P равно 1. 6% купонная доходность была. И цена изменилась на 1%. Считаем, имеем. Здесь 1, здесь 1, здесь 0, 0, 6. 0, 0, 6 поделить на 0, 0, 1 это ровно 6. Правильно, да? Вот. Значит, единицы поделить на 6 минус 1. То есть 1, 5, то есть 0,2, то есть 20%. При снижении ставки ЦБ на 1% и когда была текущая доходность 6% годовых, на 1% стало 5% годовых, для этого облигация дорожает на 20%. То есть, смотрите, мы получаем за год 6% купонную доходность и плюс еще 20%. То есть мы получаем 26% на облигации, которые вообще, говоря, вроде бы не догоняют инфляцию. То есть она на уровне инфляции. Ну и скажите мне, что здесь неправда. Здесь все абсолютно верно, поверьте мне. Вот. То есть мы продадим свою облигацию уже за 120% от номинала. То есть это вообще круто. Ну это вот при тех условиях, которые есть. Поэтому, значит, понижение ставки идет такими мелкими шажочками на 0,25, на 0,25%. Именно поэтому, потому что с плечом все это увеличивается и с плечом все это ведет к увеличению стоимости облигаций. Поэтому облигации выгодны. Когда облигации выгодны? Смотрите. Когда идет процесс снижения ставок. А когда идет процесс снижения ставок? Когда, смотрите, у нас была инфляция, ставка ЦБ была высокая. И потом, значит, ну какой-то вот кризис и так далее. И надо стимулировать экономику. Как стимулируют экономику банки? Ну они снижают ставку ЦБ, чтобы снизилась. И, ну, как бы процентная ставка по кредитам и так далее, чтобы, ну, активнее брали кредиты на развитие производства. Ну так во всем мире происходит. И при этом, значит, у нас облигации растут. И здесь надо помнить, что, друзья мои, может быть и обратный процесс. Надо очень следить. Когда была высокая инфляция, высокая ставка ЦБ, было выгодно покупать в надежде на то, что, то есть, как бы, что Центробанк будет снижать ставку рефинансирования, там, учетную ставку, то есть, ну, учетная ставка ЦБ или там, вот, когда ставки снижаются. Сейчас ставки снижены, и ЦБ очень внимательно следит, когда надо ее, эти ставки, повышать. Когда банки начнут повышать ставки, когда рынок начнет бешено расти, когда пойдет инфляция, когда начнет восстанавливаться производство, когда народ начнет, значит, бегом-бегом бежать и вкладывать деньги. И тут может быть обратный процесс, может быть, как раз перегрев, значит, там, экономики в смысле ставок и, ну, там, другие риски уже. И поэтому ЦБ, в первую очередь, ФРС США, будет очень внимательно следить за динамикой развития экономики. У них еще есть вот этот вот, ну, какой-то потенциал, у них там сейчас 0,25 ставка ФРС, у нас 4,25, в Европе 0, в некоторых странах минус 0,25. Но отрицательные ставки уже не имеют смысла, поэтому, значит, когда отрицательная ставка, это вообще, значит, ну, или ставка доходит до нуля, значит, все, у ЦБ нет возможности для маневра. У России, как вы понимаете, есть еще возможность для маневра, для управления инфляцией, поэтому мы находимся на очень даже неплохом, как бы, ну, месте по сравнению с другими. Но у нас и инфляция есть еще в районе 4%, оценивает ЦБ, многие будут смеяться мне в глаза, говорить, что у нас инфляция совсем не такая. Но пока, пока она такая. Вот, и американцы очень хотят запустить вот этот процесс инфляции, и если процесс инфляции будет запущен, вот, то через какое-то время, после того, как экономика будет восстанавливаться, они начнут этап снижения ставки ФРС, и, ну, Центробанк России, он будет поступать по-своему, конечно, он будет немножечко по-другому делать, но примерно то же самое. Поэтому, друзья мои, ну, надо за этим следить, и облигации выгодно покупать, когда есть инфляция, есть инфляция высокая, выгодней покупать. И когда инфляция снижается, то эти облигации дают дополнительный доход, это вообще прямо супер. Вот, но когда ставку ЦБ начнет повышать, то, в общем-то, все начнут избавляться от облигаций, потому что процесс пойдет в обратном направлении, и они начнут дешеветь, чтобы соответствовать вот этой новой ставке ЦБ. Поэтому надо смотреть, и поэтому, ну, я что могу сказать, что вот эта валютная облигация, то есть по валюте вы знаете, что 2% это большая удача, я купил ее 4, там, 42% годовых, Россия-28, у нее купонная доходность вообще 12,75 годовых к номиналу, поэтому я, когда покупал ее, у нее была дикая цена, 160, там, что-то 2% к номиналу, то есть 1000 долларов умножить на 1,62, то есть 1620 долларов я покупал. И потом с удивлением я обнаруживаю, когда ФРС начала снижать ставку, что у меня, значит, тун-тун-тун, и эта облигация поперла вверх. Вот она, РУС-28, сейчас дневной, вот он, март 2000, там, жахнула вниз, потом поперла вверх. Но до этого я ее давно купил, вот здесь где-то, вот здесь, наверное, май какого года, 19, нет, раньше еще я ее купил, наверное, здесь, вот, то есть смотрите, вот я ее здесь купил, ставка снижалась, а при этом облигация росла. Я ее купил 161,84%, она вырастала до 173%, сейчас она находится 169,54% к номиналу. То есть смотрите, вот я за нее дополнительно, к тем доходам, которые я получал, я получил еще, ой, нет, здесь надо разницу считать, 169,7 минус 162, получается разница 7,51%, плюс в долларах. Вот такая арифметика с облигациями. Облигации это очень интересный инструмент, и они могут давать дополнительную доходность, вот что я хотел сказать. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, напишите в комментариях, согласны вы или нет с моими вычислениями. Те, кто разбирается в математиках, можете написать, что я совсем ничего не разбираюсь в математике, и что я двоечник, пожалуйста, не проблема, давайте поспорим. Ну а на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, оставайтесь на моем канале, будет много интересного. До встречи.